На заседании школы молодого политика в Щелковском лицее номер 7 обсудили подготовку кадрового резерва для партийных организаций Единой России, для общественных и властных структур, действующих на муниципальном и региональном уровнях. Перед молодогвардейцами выступил депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Сегодня мы хотим видеть активного, харизматичного молодого человека именно настоящим лидером, который бы четко понимал и шел в ногу вместе с государством, понимал интересы, цели, задачи, которые он ставит перед собой. И самое главное, чтобы эта работа имела конкретный результат для людей. Депутат отметил, что ответственное отношение к взятым на себя обязательствам и умение добиваться поставленных целей – очень непростая задача в работе человека, вставшего на путь служения государственным и общественным интересам и занимающегося политической деятельностью на постоянной основе. Молодогвардейцы, уже имеющие такой опыт, это понимают. Самодача требует очень много личного времени, личной жизни. На самом деле ты полностью погружаешься в общественную деятельность, в работу с молодежью, с жителями, различными муниципальными структурами. Поэтому действительно это непросто. Если ты включаешься в политику, неважно, это просто политика, молодежная политика, ты должен быть специалистом, мне кажется, в каждом вопросе, в любом вопросе. И тут самое главное, чтобы ребята подходили ко всему со стороны созидания. Если ребята будут созидать в той области, в которой они занимаются, то и все уже соответственно у них будет получаться. На мероприятии говорилось о том, что старшие товарищи в партийном аппарате «Единой России» будут выдвигать наиболее успешных активистов в органы власти, в общественную палату, а также рекомендовать в молодежные парламенты, формируемые сейчас в муниципалитетах и в регионе на конкурсной основе. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.